Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. С сегодняшнего дня все школьники Карачаево-Черкесии возвращаются к очной форме обучения. Об этом накануне сообщил глава республики Рашид Тимрезов. В ходе заседания Оперштаба по борьбе с коронавирусом руководитель региона проинформировал жителей о текущей эпидемиологической ситуации, а и о новых решениях Оперштаба. До особого распоряжения продлевается срок ранее установленного до 10 января запрета на проведение корпоративных мероприятий в коллективах, а также ограничения на проведение участия в массовых мероприятиях. Сохраняется ранее установленный до особого распоряжения запрет на деятельность ресторанов, залов торжеств по организации проведения свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий. По словам Рашида Тимрезова, в этом году в регион поступят 17 тысяч доз вакцин от коронавируса. Медочереждения готовятся к массовой вакцинации в плане соблюдения всех условий для правильного хранения и применения вакцины. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлен 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 16 058 человек. Из них 14 458 выздоровели, 923 госпитализированы. Печальная весть. Сегодня на 1975 году ушел из жизни поэт-член Союза писателей России Алексей Андреевич Полянский. Он начал писать еще в школьные годы. Первое его стихотворение появилось на страницах местной печати, когда ему не было и 16 лет. Алексей Полянский много ездил по стране, выступал перед разной аудиторией, имел притягательный голос. Алексей Полянский был самоуверенным, энергичным. Его стихи опубликованы более чем в 20 сборниках. С начала 90-х Алексей Андреевич увлекался не только поэзией, но и документально-художественной прозой, журналистикой. Творчество Алексея Полянского навсегда останется в памяти читателей, жителей республики. Светлая ему память. В Карачаево-Черкесии с начала пандемии прошло 10 месяцев, и все это время волонтеры штаба мы вместе не прекращали свою деятельность. О работе людей, чьей доброй волей является помощь другим в материале Руслана Джукаева. Люди доброй воли. Так называют волонтеров в нашей стране за их неравнодушный и самоотверженный труд. С начала пандемии сотни волонтеров нашей республики вносили свой вклад в борьбу с коронавирусом. Юлиана тоже не осталась в стороне и работает в колл-центре штаба мы вместе. Она принимает заявки, которые в течение дня с разных точек республики поступают в центр. А иногда сама развозит лекарства и продукты для маломобильных людей. Я не могла остаться в стороне в такой сложной ситуации, когда многим людям в нашей республике нужна помощь. И я, имея возможности и силы помочь, решила, что это будет хорошая возможность, чтобы сделать добро. В этот сложный период хочется пожелать жителям нашей республики, чтобы они берегли себя, были осторожны и помогали своим близким. Деятельность штаба мы вместе была начата 18 марта прошлого года и с тех пор ни на один день не прекращалась. Направления работы были самые разные. Помощь маломобильным гражданам, многодетным, малообеспеченным семьям и пожилым людям республики. Более тысячи людей получили продуктовые наборы. На сегодняшний день у нас в предновогодние дни с 25 числа стартовала акция, которая называется «Новый год в каждый дом». Волонтёры единого волонтёрского штаба мы вместе занимаются организацией проведением акций предновогодних. То есть это поздравления детей из социальных учреждений, это поздравления детей медработников, которые сейчас трудятся в ковид-госпиталях, это поздравления ветеранов, которые у нас есть в республике. В республике много неравнодушных людей и партнёров штаба, которые принимают участие в акциях. Так, под Новый год с их помощью дети с онкологическими заболеваниями республики получили сладкие подарки. Дорогие ребята, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Вместе со своими помощниками я присылаю вам сладкие подарочки. Спасибо. Наши партнёры общероссийской акции «Мы вместе» в рамках проекта «Новый год в каждый дом», «Академическая гимназия» и «Детский сад от А до Я» предоставили для наших подопечных, детей с онкологическими заболеваниями нашего региона, сладкие подарки, которые сегодня дойдут до адресата. Руслан Жукаев, Алий Бастанов, Рашид Токов. Вести Карачаева, Черкесия. МЧС предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях. Сегодня и завтра в Карачаево-Черкесии ожидается очень сильный снег и гололёд. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии осадки, мокрый снег, в отдельных районах сильный, туман, гололёд, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, в горах будут порывы до 20. Температура воздуха ночи минус 1, минус 6, днём минус 2, плюс 3. Местами до плюс 9. На дорогах гололедица. В Черкесске временами мокрый снег, туман и гололёд. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 2, минус 4. Днём 1, 3 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Продолжаем выпуск. В Карачаево-Черкесии прожиточный минимум пенсионера на 2021 год составит 8 920 рублей. Если общий доход неработающих пенсионеров, куда входят пенсия плюс меры социальной поддержки от органов соцзащиты населения окажутся ниже этой суммы, будет назначена федеральная социальная доплата. Народным собранием республики принят соответствующий закон. Напомним, право на получение доплаты имеют неработающие пенсионеры общая сумма материального обеспечения, которых меньше величины регионального прожиточного минимума пенсионера. Джагафар Дауров, известный аксакал журналистики, ветеран Великой Отечественной войны, прозаик, поэт, мудрец, который вот уже 90 лет, познающий мир, отметил очередной юбилей. В свой день рождения старейшина принимал гостей у себя дома. Фатима Даурова оказалась в числе тех, кто поздравил почетного юбиляра. Джагафар Ахмедович, как глава дома, встречает гостей у ворот. Весь подтянутый, статный горец в Черкесске совсем не выглядит на свой возраст. С юбилеем его пришли поздравить официальные лица республики, представители общественных организаций, старейшины рода Дауровых. Приветственный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова зачитал министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати республики Альберт Кумуков. Джагафар Ахмедович, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Мы искренне гордимся вашим поколением, поколением мужественных, сильных духом людей, настоящих героев и созидателей. Вы никогда не боялись трудностей, верили в правое дело в себя и в своих товарищей. Честно служили Отечеству. Желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего. Это президент Российской Федерации. Спасибо. В народе его знают как человека, слово которого на весь золото. Мудрый, чуткий, необычайно скромный, но уверенный в себе человек Джагафар Дауров вызывает чувство глубокого уважения к себе и своему творчеству. 52 года он отдал печати. 20 лет был внештатным корреспондентом газеты ЦК КПСС «Сельская жизнь». Из журналистского пера Даурова вышло 26 книг. Поздравление от председателя Союза писателей России Николая Иванова передал друг и коллега писателя Олег Этлухов. Меня попросили передать поздравление от имени всего писательского сообщества России. Сказали буквально следующее. Вы наша гордость. Вы наша слава. Он даже так и подчеркнул, сказал, что не забудьте, говорит, Джагафар Ахмедович – один из последних представителей поколения великих советских писателей. Поэтому вот я передаю наилучшие пожелания от него, от всего Союза писателей России. Джагафар Дауров – известный общественный деятель. Ведет большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Его книги, посвященные Великой Отечественной войне – это жизненный опыт писателя. Разрешите вас от имени Совета ветеранов города Черкеска поздравить с вашим юбилеем. Пожелать вам крепкого здоровья, семейного счастья, чтобы вас всегда окружали любимые дети, внуки, правнуки. Вы нас всегда своим присутствием на наших мероприятиях всегда радовали. Поздравления от представителей рода Дауровых из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Абхазии и Москвы были озвучены юбиляру Борисом Дауровым. А в Осетии специально учредили премию имени Джагафара Даурова. Совет фамильный принял решение утвердить ежегодную премию самого знатного носителя нашей фамилии Джагафара Даурова и вручать ее самому одаренному молодому из рода Дауровых. За долголетний журналистский труд Джагафару Ахмедовичу присвоены звания заслуженный работник культуры Российской Федерации и заслуженный журналист Карачаева Черкесии. В свои 90 лет он полон жизненной энергии и глубокой житейской мудрости. Секрет долголетия Аксакала прост. У нас в роду столько никто не прожил, в нашем роду. Поэтому я считаю себя очень счастливым человеком, прожил столько лет. Но самое главное, я прожил не так просто, прожил как человек должен прожить, я так считаю. Поэтому я сделал все, что мог для людей. Фатима Даурова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Республиканском музее работает масштабная выставка, приуроченная к столетию со дня образования Карачаева-Черкесии. В экспозиции представлено культурное наследие народа в республике 19-го, начало 20-го веков. Шерифат Лепшокова расскажет подробнее. Этот год для музея стал поистине знаковым. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, работа здесь не прекращалась ни на день. Открывались экспозиции, проводились наружные ремонтные работы. Но главным подарком для всех ценителей искусства стало появление нового сала. Впервые в Республиканском музее появилась экспозиция, полностью посвященная культурному наследию республики, начало 19-го, 20-го веков. Предваряла эту выставку огромная работа. Был проведен капитальный ремонт зала, приобретены витрины, стойки, информационные щиты. Скоро они появятся и на английском языке. Сотрудники провели титанический труд в фондах музея, подбирая нужные экспонаты. Представлена обработка дерева, железа, то есть предметы из глины, драгметал. Все, что вы здесь видите, у нас выставлено впервые. Здесь вот то, что вы все видите, это женские пояса, нагрудники, золотошвейное искусство. Вот здесь в шапочках можете наблюдать бусины, ожерелье, украшения для платьев, кинжалы. То есть на этом стенде все представляет собой огромный интерес, очень богатый материал и есть по праву, чем гордиться. На Кавказе имел давние традиции и деревообрабатывающий промысел. Посетители смогут наглядно в этом убедиться. Представлены маслобойки начала 19 века, рубили и скалки для стирки и глажки белья, прялка, нагайка, еще множество бытовых вещей. Немалый интерес вызовет и ритуальная маска, которую надевали вперед игрищ. Представлены кузнечные работы. Это утюги и плотницкий топор, необходимые в хозяйстве утварь. Возможно, некоторых заставит надолго становиться и витрина с платками ручной работы начала 19 века. Эти изделия были гордостью девушки-горянки. По умению шить судили о мастерстве и хозяйственности будущей невесты. Особенно ценились расшиты узорами шелковые платки. На выставке есть уникальная возможность познакомиться и с фотографиями 19 века. Эти портреты сами говорят за себя. Мало кого оставят равнодушными макеты жилищ древних горцев и казаков. В следующем зале можно увидеть их отечту. При внешнем сходстве тонкий взгляд искусствоведов различил особенности костюмов. В музее не собираются останавливаться на достигнутом. Фонд пополнится новыми экспонатами. На постоянной основе в Краеведческом музее будет действовать и археологическая выставка. Посетители удивят артефактами Аландского периода и раннего Средневековья. В современной истории республики можно познакомиться уже сейчас. В зале художественной галереи представлены множество любопытных экспонатов советского периода. Все они были переданы в дар республике, как это сервиз от трудящихся из Сентуков. А также множество значков и наград, хранившихся все эти годы в фондах музея. К 60-летию. Есть к 50-летию значки и есть памятные медали, подаренные автономной области. Это память 50-летия советской власти. Можно познакомиться и с историческими документами. Постановление за подписью Калинина свидетельствует о создании в 2021 году новой Карачаево-Черкесской области. А это уже победные награды. Среди них золотая медаль ВДНХ, которой уже около 60 лет. Я чемпион выставки племенного скота. Мы вправе можем гордиться своим животноводством и всегда гордились. И вот есть замечательные такие экспонаты. У нас золотые и серебряные медали. Есть памятная медаль о ВДНХ. То есть здесь у нас за достижение народного хозяйства. Мы участвовали в международных выставках ВДНХ. Шерифет Лепшукова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкисия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас премьера сериала «Склифосовский». Субтитры предоставил DimaTorzok